В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. В Самаре положено начало строительству еще одной школы. Современное учреждение через полтора года появится в жилом комплексе Волгарь. Рассчитанная на тысячу человек, она позволит обучать детей в одну смену. В историческом событии закладки первого камня в строительство здания участвовал наш корреспондент. Юный специалист проводит экспертизу грунта на месте будущей школы в жилом комплексе Волгарь. Он и еще сотни малышей, а также их родители могут быть уверены, далеко ходить за знаниями будет не надо. Уже 1 сентября 2017 года школа откроет двери для своих первых учеников. У нас первый подрастает, как раз через два года ему идти в школу. Мы очень рассчитываем, что мы пойдем именно по месту жительства в двух шагах. Так же, как этот садик, мы хотим пойти в эту же школу, потому что это рядом, удобно. И не только я на это рассчитываю, а рассчитывают все ребятишки и все родители. Историческое событие в жилом комплексе Волгарь собрало десятки свидетелей. Первые лица области и города, а также сами будущие ученики школы торжественно заложили первый камень в ее строительство. Это будет современная школа на 40 классов, тысячу учеников. В проекте актовый зал, библиотека, два спортзала, мастерские и столовая с кухней. В жизни любого человека это самая, наверное, важная вещь – получить хорошие, прочные знания. Когда мир так развивается, когда новые и новые вызовы перед человечеством. Задача власти – вывести систему образования на новый уровень, подчеркнул губернатор. Только в 2014 году в области введено в эксплуатацию 14 детских садов. В регионе создается центр одаренных детей. А эта школа уже вторая в Самаре, строительство которой начато в этом году. Весной было положено начало школе в микрорайоне «Крутые ключи». Таких событий в истории Самары не было последние 20 лет. Это говорит о том, что те преобразования, которые идут в области и в Самаре, они фактически необратимы. Это очень радует. Это дает уверенность в том, что город будет преображаться, что молодежь будет оставаться, здесь учиться, работать, создавать семьи и стремиться к своему собственному счастью. Глава администрации города Олег Фурсов отметил, что в будущем и в центральных районах Самары тоже будут появляться новые школы. Сейчас дети учатся в две, а то и в три смены. Задача – сделать так, чтобы уже в 2020 году занятия проходили в одну смену. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Списки кандидатов в райсоветы изменились. В ходе проверки обнаружились участники, аффилированные местным олигархическим группам, заявил глава региона Николай Меркушкин. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию с журналистом. Уже на начальном этапе эти группы влияния начали формирование своих фракций в будущих районных советах и в будущей городской думе. 14 человек из 568 кандидатов от партии «Единая Россия» были заменены. Есть вопросы и к участковым комиссиям, отметил губернатор. По его словам, не исключено, что и в них будут кадровые изменения. Делать так, чтобы кто-то в собственных абсолютных интересах, причем в интересах олигархической группы, формировал политику, и не только политику, но и в том числе все вопросы, связанные с движением денег, этого не будет. Участковые комиссии сформированы тоже определенными группами. И там есть у нас вопросы, и не исключается, могут и там быть изменения, чтобы эти участковые комиссии не пытались работать в интересах определенных лиц. Не в интересах государства. Участковая комиссия должна работать абсолютно в интересах государства, в соответствии с законом, а не в интересах конкретных каких-то лиц, которые их туда выдвинули, так же, как кандидатов пытались. Их они поддерживают, причем в разной форме. И, естественно, с них они требуют соответствующего результата для себя. Эта практика в стране была покончена с этой практикой в 2004 году, а у нас до сих пор это продолжалось. В 70 лет завод «Авиагрегат» держит статус передовика производства. Предприятие, несмотря на кризис, увеличивает производство, прибыль и активно участвует в жизни города. О том, как налажено производство, заводчане рассказали главе «Самары» Олегу Фурсову и обсудили новую систему городского самоуправления. Знакомство с предприятием началось в производственных цехах. Здесь, на высокоточном оборудовании, специалисты производят шасси для самолетов. Авиагрегат активно развивается. В 2014 году чистая прибыль выросла по сравнению с 2013 более чем в пять раз и превысила 230 миллионов рублей. Наращивают не только производственные мощности. Авиагрегат в этом году принял активное участие в уборке города. Порядок навели и на закрепленной территории, и на других участках. После экскурсии глава администрации «Самары» Олег Фурсов пообщался с трудовым коллективом. Вот кольцо 24-го трамвая, 10-го, 13-го. Вы посмотрите там. Там, я не знаю, как будто 60-70-х лет эти павильончики старые. Людям негде укрыться от дождя. Асфальт весь в выборинах. Кое-как вот там заводали, но это тоже нужно обратить внимание. Мы там договорились, что рекламные компании, которые хотят размещать информацию на павильонах, нам поставят и новые современные павильоны. Поэтому вот такие торги, вот они тоже или прошли, или вот-вот должны пройти. Значит, будем павильоны менять, однозначно. Поинтересовались сотрудники авиаагрегата судьбой улицы Старозагора. Одной из старейших транспортных артерий промышленного района в следующем году исполняется 50 лет. Вопрос такой по бульвару Старозагора. Когда ремонт от Шибки, который бульвар от Шибки идет до нового вокзала? В следующем году 50 лет исполняется. И мы делаем специальную программу по приведению этой улицы в нормальное состояние. Бульвары будут восстановлены, цветы будут посажены. Мы планируем снести торговые места, которые закрывают вид на Шибку. Скоро решить проблемы конкретной территории жителям Самары будет намного проще. На встрече с сотрудниками предприятия Олег Фурсов рассказал о новой системе местного самоуправления. Теперь в каждом районе города будет свой совет и свой бюджет. Интересы жителей микрорайонов будут представлять районные депутаты, которых выберут в сентябре. В свою очередь от районных советов в городскую думу войдут свои представители, которые будут отстаивать интересы жителей. Мы вместе с вами заинтересованы в том, чтобы власть кардинально была реформирована. Чтобы мы вернули былую славу вашему району, вернули былую славу трудовой безымянки. А что это значит? Это значит, чтобы были хорошие дороги, ухоженные дворы, чистые подъезды, грамотные управляющие компании, они жуликоватые. Вот это все в совокупности составляет, я думаю, престиж и гордость каждого района, каждого микрорайона. Олег Фурсов также рассказал о приоритетных направлениях работы администрации. Закупается новая спецтехника, обновляют подвижной состав пассажирского транспорта, ремонтируют дороги. Самара не делится на центральные и отдаленные районы, подчеркнул глава администрации. Второстепенных проблем не существует. Все они общегородские, и решать их будут власти Самары комплексно, а помогут в этом районные советы. Виктория Шарая, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Глава Красноглинского района Самары покинул свой пост. Приказ об увольнении Анатолия Макиянко подписал глава администрации Самары Олег Фурсов. Анатолий Макиянко возглавлял район с октября 2014 года. До этого был заместителем главы района и курировал работу отделов администрации в поселках Прибрежный и Береза, отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, а также отдела гражданской защиты. Вмешательство властей помогло решить проблему вкладчиков Волга-кредитбанка, которые пострадали от мошенничества со вкладами. Агентство по страхованию вкладов выплатило пострадавшим 1,3 млрд рублей. Выплаты начались весной этого года и на сегодняшний день 97% людей вернули средства. Вопросы остались всего по 45 клиентам банка. В чем загвоздка? Разбиралась Мариана Мирная. В Самаре продолжается работа по возвращению денег вкладчикам Волга-кредитбанк. Многим утраченные средства удалось компенсировать. Абсолютное большинство подавляющих обманутых вкладчиков банка Волга-кредит получили возмещение в полном объеме. Это 2800 человек. Общая сумма выплаченных им средств из АСВ и агентства страхования вкладов составила свыше 1,3 млрд рублей. На данный момент у нас есть разногласия по 45 людям. Случай беспрецедентный. 97% вкладчиков получили свои деньги от агентства по страхованию вкладов в досудебном порядке. Именно так, по мнению председателя городской думы Самары Александра Фетисова, должна работать власть в защиту своих горожан. Безусловно, и то, как была решена проблема вкладчиков банка, хотя, наверное, о полном решении мы скажем, когда уже последний из вкладчиков получит компенсацию, вернёт свои средства. Я думаю, она уникальна. Это образец того, как, наверное, власти должны поступать. Ещё 45 человек деньги до сих пор не получили. У одних вкладчиков не сохранились документы, подтверждающие открытие счёта. Это весомая причина, по которой они не могут получить деньги в досудебном порядке. У других в пакете документов нет расходников. Для нас это тоже большой вопрос, потому что, в принципе, все подтверждающие документы у них на руках есть, а расходник на лжеснятие, который, в принципе, является поддельным, его и не должно быть. Они не совершали. Но по другим людям эти расходники были найдены, и поэтому выплаты произвели. То есть, на наш взгляд, отсутствие расходника не является существенным аргументом, и мы считаем, что людям должны были выплатить всё-таки при наличии всех документов на руках. Инициативная группа уверена, что свои деньги смогут вернуть все вкладчики. Потери были бы серьёзные. Средний вклад составлял около 600 тысяч рублей. Марина Кравцова, Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Внимание властей на проблему благоустройства городских территорий помогут обратить общественные советы микрорайонов. В работоспособности новой системы местного самоуправления на практике убедились жители дома на улице Вольская. Молодая мама Екатерина Мячина хорошо помнит, как сама в детстве бегала по этому двору. Теперь выходит на прогулку с сыном, годовалым Максимом и племянницей Лерой. Только рядом с домом малышам места для игр мало. Старенькая песочница и два тренажёра. Знакомых каждому рождённому в СССР. У нас тут домов много, площадок нет вообще. Вот два барабана, насколько я себя помню, с рождения стоят. На них они не могут играть. Входим в парк далеко. Однако активные жители 60-го дома по улице Вольска решили не сидеть сложа руки. Начали с озеленения двора и благоустройства газонов. За поддержкой обратились в общественный совет микрорайона. А наше обязательство – следить, помогать. Здесь был спил старых аварийных деревьев произведён. Стали новые сажать. Вот с весны пока вот рябинки посадили в пять сиреней. Ну, начали облагораживаться. На пустыре, где раньше стояли брошенные машины, жители решили организовать новую детскую площадку. Начинание поддержал общественный совет, в центре внимания которого именно те проблемы, которые в первую очередь волнуют горожан. И решают их общественники совместно с властями. В этом доме живут очень активные люди. Видите, они сами там сделали ремонтик. Один родитель сам сварил, сам устроил и качельки, и всякие гимнастические стенки. Вот они попросили дополнительно установить им ограждение, где можно было бы поставить песочницы, и ещё какие-то малоархитектурные формы, для того, чтобы детишки могли заниматься. Дальнейшее благоустройство детской площадки общественники и жители продолжат совместно. Будут здесь и горки, и качели. Жители уверены – сделают из своего маленького двора образец для подражания. Чтобы другие, более масштабные вопросы решались столь же быстро и эффективно, горожанам предстоит создать команду созидания из неравнодушных к родному городу людей. Отстаивать интересы жителей каждого микрорайона будут депутаты районных советов, которых самарцы выберут 13 сентября. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Добрый поступок совершить очень просто. Организаторы акции «Благодарю» превратят давно ненужные вещи в капельку доброты. Подробнее в следующем сюжете. Для Екатерины Шкариной поддерживать других словом и делом совершенно естественно. Но не только охотно расстается со своими вещами, но и помогает сортировать одежду для нуждающихся. У меня много ненужных вещей, которые я не ношу. Вещи, которые малы ребенку моему. У меня много знакомых, кому не нужны вещи, одежда, обувь. И мы со всеми договорились собрать еще одежды. Проект «Благодарю» стартовал весной этого года. Придумали его в общественной организации «Свежий ветер», которая занимается экологическим воспитанием населения. Первые контейнеры проекта «Благодарю» появились в торговых центрах Самары. В них горожане складывают вещи, которыми уже не пользуются сами, но они могут пригодиться другим людям. Крупногабаритные вещи, велосипеды, коляски, бытовые приборы, верхнюю одежду приносят и в пункт выдачи на Некрасовскую, 62. Отсюда вещи направляются по горельцам, многодетным семьям, даже бездомным. Требуются вещи разных размеров – и детские, и взрослые, и для пожилых. Мы не говорим о том, что они нужны новые, но их нужно привести, соответственно, в хороший вид для того, чтобы можно было их передать дальше. Проект «Благодарю» поддержал Общественный совет Заводской Кубышевского района. Активисты совета помогают собирать вещи, сами несут нуждающимся. Практика добрых дел, созидание привели этих людей в Общественный совет. Быть полезным на территории своего двора, улицы, микрорайона. Создавать комфорт на расстоянии вытянутой руки. Неравнодушные горожаны становятся главной движущей силой. Именно они придут в районные советы и будут принимать решения после выборов 13 сентября. Валерия Макарова, Дарья Трофимова, Максим Гусев. События. Неравнодушные самарцы помогли привести в порядок территорию детской больницы. Жители обратились в Общественный совет с вопросом, когда прилегающая территория возле лечебного учреждения будет чистой. Из-за мусора, скопившегося там, неприятно и опасно ходить. Территорию начали приводить в порядок. Пакеты от детского питания, салфетки и бахилы. По мусору сразу понятно, что это прибольничная территория. Задача бригады рабочих – за день привести участок в порядок. А там и посетители больницы начнут вести себя культурнее, говорят рабочие. С начала сезона очень много мусора, а уже к концу сезона, к октябрю, к ноябрю, уже как более-менее они смотрят, что мы территорию убираем и как-то стараются уже поменьше бросать мусора. Сигнал о необходимости привести территорию здесь в порядок поступил от жителей в Общественный совет Октябрьского района. Такой механизм взаимодействия позволяет общественности обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан, и оперативно решать вопросы на местах. В Общественном совете уже накоплен достаточно большой банк данных нерешенных проблем. Ну и они как-то структурированы по направлениям, и уже появляются в некоторых домах, появляются лавочки подъездом, в некоторых домах ремонтируются детские площадки, вот здесь территорию убирают. Так от малого к большому постепенно можно навести порядок во всем городе, уверены специалисты. А там главное будет просто его поддерживать. Для этого горожане должны сами сформировать команду созидания из неравнодушных граждан, нацеленных работать на благо города и общими силами решать возникающие вопросы. 13 сентября в Самарской области выберут депутатов в районные советы, которые и будут представлять интересы населения каждого микрорайона. День семьи, любви и верности отмечают по всей России. История праздника уходит в глубину веков и связана с именами святых Петра и Февронии Муромских, чей союз, взаимная любовь и уважение – образец супружества. Впервые праздник отметили в 2008 году, и сегодня он уже стал поистине всенародным и любимым миллионами россиян. Традиционно в Самарском регионе в этот день чествуют пары, чья любовь прошла через многие испытания, в том числе и временем. Пусть говорят наперебой, что ты со мной, а я с тобой, пусть станет нашою судьбой любовь. Виталия и Любовь Мельниковых песни познакомила и связала. Почти полвека вместе воспитали двух детей, помогают растить четырех внуков и до сих пор поют в народном ансамбле. И помнят тот день, когда началась большая и долгая история любви. Он меня пошел провожать и спрашивает, ты вот эту песню знаешь, студенточку? Я говорю, не знаю. Вот он меня студенточку еще ночь пел, учил эту песню. Мы потом, как поженились, 40 семь лет наш дуэт существует. Эта песня, конечно, на военную тему. Мы во всех смотрах всегда пели эту песню. Секрет крепкой, счастливой семьи, в уважении друг к другу, делятся Мельниковы. Такие семьи – основа государства, гордость страны. В Самарской области действительно есть чем гордиться. В день семьи, любви и верности чествовали самых достойных семьянинов, которые в браке прожили более 25 лет. Поистине удивительная судьба у семьи их Калмаковых. Мария Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, Виктор Евстафьевич – ветеран труда. Их совместное счастье длится уже 65 лет. Медали за любовь и верность вручили 60 парам. Поздравления и подарки от губернатора Самарской области передал спикер Губернской думы Виктор Сазонов. Вы все знаковые люди. Вы лучшие люди своих территорий, которых уважают, любят, с вас берут пример. И безусловно, это вот та ценность, которая, пожалуй, является основой жизни. Самарская область занимает лидирующие позиции по поддержке семьи, материнства и детства. Наш регион получил самую большую субсидию по сравнению с другими субъектами. 330 миллионов рублей из федерального бюджета на предоставление выплат молодым семьям для покупки или строительства жилья. С учетом этих и областных средств, почти две тысячи молодых семей получат в этом году в общей сложности более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Благодаря мерам социальной поддержки в регионе становится все больше семей многодетных. За пять лет их количество увеличилось на 8 тысяч. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Это все городские события, а у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Широко известный в узких кругах Григорий Явлинский как-то метко заметил, что ситуация в стране не требует такого глубокого кризиса. Ну, иногда и Явлинский удачно высказывается. А я же прошу всех отнестись серьезно к следующей информации. Эксперты заявили, что падение ВВП России замедлится примерно в четвертом квартале текущего года. А вытягивать экономику из рецессии будет корпоративный сектор. При этом эксперты сказали, что дно кризиса еще впереди. Ожидаются снижения потребления на фоне дальнейшего замедления инфляции, но в инвестициях и промышленности ожидается более глубокий спад. Между тем, для потребителей этот год вообще стал худшим за 17 лет. Внутреннее частное потребление, по оценкам Росстата, за первый квартал сократилось год к году на 9% и превышает показатели любого квартала кризисного 2009 года. В общем, запишите дату или запомните. Если вы после этой даты не заметите улучшений, то вы определенно что-то делаете не так. Инфляция в России в июне 2015 года составила 0,2% в годовом выражении. Рост потребительских цен замедлился до 15,3%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли на 8,5%. В июне прошлого года инфляция составила 0,6%. Аналитики прогнозировали инфляцию в июне на уровне 0,3%. Недельная инфляция к концу июня замедлилась до нуля перед ожидаемым скачком цен в июле из-за повышения тарифов. В прошлом месяце в семи субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на полпроцента и более. Если верить прогнозам, ждать осталось совсем немного. А там будет постановка экономики на другие рельсы, и уж тогда-то мы точно заживем. За первые пять месяцев 2015 года российский турпоток в Турцию сократился на 28%. В прошлом году в этот же период Турцию посетило 1,118,000 человек. В этом году с трудом набралось 801,000. При этом в представительстве отмечают, что такая ситуация отмечается впервые с начала 2000-х годов, за исключением кризисных 2008 и 2009. Причем в основном туристов недосчитались Анталия, Стамбул, Мугла и Даламан. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1615 пунктах. В лидерах роста Яндекс, Газпромнефть, Полюс Золото, Интеррау, Россети и Лукоил. В аутсайдерах РДР Русала, Акрон, ТМК, ГМК Норильский Никель и Полиметал. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фонд. По-прежнему инвесторы на мировых рынках следят за событиями вокруг Греции и ожидают решения по иранским переговорам. Вчера биржи Старого Света закрылись в минусе. Американские фондовые индексы завершили день повышением. На азиатских площадках преобладают продажи. Курс доллара на 8 июня 57 рублей 21 копейка. Курс евро 63 рубля 8 копеек. Золото стоит 2145 рублей за грамм. Серебро стоит 28 рублей 72 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 57 долларов 67 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин